Девушки отдыхают Так, будто она пустое место. Спокойствие, только спокойствие. Главное закончить семестр с отличным табелем. В классе появился новенький. Да еще и такой симпатичный. Интересно, к кому он сядет? Легкий флирт и цель достигнута. Подсаживается к двоечнице. Ожидание урока скрасит милая беседа. Но оказывается, парень не так прост. Что? Любимая книга? Не помню, когда я в последний раз что-то читала. Фиаско. Двоечницу мало интересуют умные темы. Отличница, а не мешкой. Это же твой звездный час. Она уж точно знает, чем покорить умного парня. Как долго я тебя искал. Книги и знания – вот и ее главное оружие. Но двоечница так просто не сдаться. У нее есть еще один план. Что парни любят больше, чем книги? Разумеется, футбол. Возможно, удастся заманить парня просмотром матча. Стоп! Это что, Лига чемпионов? Я должен это увидеть. Да, он купился. Что ж, двоечница знает подход к парням спортивного телосложения. Оскорбленная в чувствах отличница решает пойти на маленькую подлость. И подкидывает сопернице грязный носок. Даже не хочется знать, откуда он у нее в сумке. Аромат убийственный. Улика найдена. Эй, ты что себе позволяешь? Так и до драки недалеко. Остановитесь же. Девочки, вы обе немного ку-ку. Пожалуй, лучше держаться от вас подальше. Проверка домашнего задания. О, чур, я в домике. Лучше спросить о мою соседку, она-то всегда готова. Увы, чудо не произошло. Но истинная двоечница выкрутится даже из такой ситуации. Выход есть, сделать вид, что потеряла сознание. Отличницу не проведешь. Она сразу раскусила хитрый план одноклассницы. Но учитель взволнован не на шутку. Надо же, какой глубокий обморок. Бедная девочка переволновалась из-за учебы. Это успех. Теперь до самого звонка можно спокойно заниматься своими делами. А знаниями пусть блещет отличница. У двоечницы другие цели в жизни. Как же бесит, когда кто-то умничает. Особенно, если сама ничего не знаешь. Вот же мисс Зубрилка. Что ни спроси, у нее на все готов ответ. Как же ей намекнуть, что пора помолчать. Комок из бумаги вполне подойдет. Нет, не срабатывает. Ее невозможно угомонить. Занудство 80-го левела. Как насчет бумажки побольше? И это не помогло. Ох, голова уже болит от тебя. Вот этот шарик уже точно выключит твой фонтан красноречия. Прямое попадание. Отличница повержена. А двоечница принимает поздравления. Впечатлен даже учитель. Да, долгие и нудные рассуждения достанут кого угодно. Математика – это слишком скучно. Самое время окунуться в мир глянца и фэшн. Но отличница и здесь не даст расслабиться. Ох, учение – свет, а алгебра – боль. Графики, чертежи. И как мне это пригодится в жизни? Так, без линейки не обойтись. Но в сумке двоечницы она вряд ли найдется. Так, гантеля точно не подойдет. Зато есть косметичка. А в ней пилочка для ногтей. А ведь это практически линейка. Нужно только нанести шкалу. Какая она ходчивая. Получилась отличная линейка. Восхищена даже отличница. А в свободное от графиков время можно и ногти подпилить. Даже у отличниц бывают плохие дни. Неужели она не знает правильный ответ? Ну и дела. Помощь пришла, откуда не ждали. Ответ знает двоечница. Странно, она поднимает руку не чаще раза в год. Удивительное событие. Ну что ж, пусть попробует решить уравнение. Аплодисменты. У нее получилось справиться с задачей. Все в шоке. Отличница расстроена своим поражением. Но в чем подвох? Вот она правда. Тайна повышенного IQ в необычных бантах на косичках. Это же шпаргалки, сложенные веером. Оригинально. Ничего не скажешь. Школьные столовые. Своя особая иерархия. И двоечница чувствует себя здесь настоящей королевой баллы. Мечтаешь попасть в их тусовку? Будь осторожна. Один неловкий шаг может привести к катастрофе. Упс. Сегодня кто-то останется без обеда. Нет, одноклассники не простят промаха. Смотрят как на сумасшедшую. Решено больше никаких обедов в столовой. Только ланчбокс и мамины бутерброды. Это же надо так позориться. Как же надоели эти самостоятельные работы. Ну что это? Двоечница знает решение? Удивительно. Эй, а куда ты все время смотришь? Неужели шпаргалка? Да. Замаскировала их под протертыми джинсами. Очень находчиво. Без проблем можно посмотреть формулы, только ниточки отодвинуть. А другие пусть грызут гранит науки. И снова алгебра. Сложные формулы, задачи. Кажется, пора подкрепиться. Сладкое полезно для мозга. Съесть орео и остаться незамеченной? Не в нашем классе. Кажется, учитель тоже не прочь перекусить. В упаковке ничего не осталось. И она берет с парты последние печенье. О нет, это провал. Ведь вместо крема в этом орео сухая математическая прослойка. Не знаешь, как спрятать шпаргалку? Бери печенье. Разделяем на две части. Убираем начинку. Обводим печенье на бумаге. Вырезаем. Приклеиваем бумажные круги к печенью. А теперь на бумаге можно написать шпаргалку. Соединяем половинки скотчем. Смотри, не отличить от настоящего печенья. Это же отличное подспорье для контрольной. Главное, чтобы учитель ничего не заметил. Но у двоечницы сегодня неудачный день. И за несъедобное печенье ее ждет суровый выговор. Жаль, а ведь она так старалась. Отличницы тоже способны на веселые розыгрыши. Долго ждать, пока двоечница выйдет из класса, не нужно. Ей постоянно кто-то звонит. А вот и идея для пранка. Девушка вкладывает в сумку соседке зип-пакет. А в него кусочки сухого льда. Вот так будет быстрее. Теперь воду. Готово. Химическая реакция пошла. Из сумочки валят клубы густого пара. А вот и хозяйка сумочки. О, пожар! Несите огнетушитель! Спасите, мы горим, горим! Не на шутку испугалась. Вот сразу видно, что ты двоечница и химию не учишь. Это не дым, а пара сухого льда. Нужно просто вытащить пакет и пожар ликвидирован. В голове ни одной умной мысли. Может, отличница подскажет решение. Но заучка не в настроении решать за двоечницу ее задачку. Думай сама. Ах так? Ну что ж, сейчас придумаю. Только не решение, а пранк с рассыпчатыми тенями. И месть моя будет страшна. Высыпаем тени на разворот журнала. Все идет по плану. Только осталось позвать обидчицу и дунуть, что есть сил. Все лицо в цветной пудре. Получила? Будешь знать, как жадничать подсказками. Но улыбнись. Я должна сделать фото. Для двоечниц правил не существует. Подумаешь, опоздала. Всегда можно придумать красивую историю, чтобы не получить выговор. Интересно, учитель оценит фантазию двоечницы. Я иду, а там бедная старушка. А потом целый фургон опрокинулся. А дальше кирпичи посыпались. И ураган начался. А я и вот так, и вот эдак. Ох, ей бы только сказки сочинять. Ну или комедии. И ведь поверили же. Слезы ручьем, восхищение в глазах. Через что только бедная девочка сегодня не прошла. Что? Наплела с рекороба и все? Героиня нашего времени? Вы б ей еще медаль на грудь повесили. Отличница все поняла. Но разве ей кто-нибудь поверит? Понравились наши скетчи про отличниц и двоечниц? А как учишься ты? Напиши об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы смотреть еще больше забавных роликов про школьную жизнь от команды Трум-Трум Селект. Субтитры сделал DimaTorzok